Здравия всем! Вы на канале Марка Елены Диригетти. 23 февраля 2019 года. Смотрите, как цементировали скалу для того, чтобы не обсыпалась на кладбище Маркоты. Вот это колокольня. Вот видите, мордочка какого-то животного. Я практически не дышу. Вот вижу, там Иисус Христос к нам спиной. Ну, а мы идем дальше. Вот здесь все написано, как пройти к автобусу, куда направление, к теплоходику, вот к такому подъемнику. Все в часах и в минутах пешком. Значит, вот эта церковь, к которой мы шли, но она почему-то закрыта. А вот это, по-видимому, дом. Ну, не знаю, как насчет того, что он жилой. Сейчас посмотрим, в арку вот туда спустимся. Ариво. Ариво. Смотрите, какая арка. Марка говорит, что ты много снимаешь, и люди могут устать от твоего кино. Смотрите, какая калитка здесь. Вернее, дверь. Но без ручки. Здесь дверь с ручкой, но закрыта на замок. И еще одна вот такая вот арочка из кирпича. Вот я отсюда спустилась. Вот она, арочка с этой стороны. Значит, это к церкви пристроено. Вот такое вот здание. И видно, здесь священники проживают, потому что окошки очень хорошего качества. Знаете, какая там терраса шикарная. Ну, все нуждается. Все нуждается. Руки приложить. А здесь вот тоже церковь. Видите, она расписанная. Но все в плачевном состоянии. Вот один на балконе типа сидит попугай. Здесь тоже что-то написано. Ближе подойду. Ох, язык сломаешь. И здесь, кстати, обратите внимание, но без даты. есть какие-то римские крестики. Но настолько все это стерто, что не прочесть. Кстати, вот здесь можно даже у туалет заходить. Шикарный вот такой парк. Мы идем вниз. Из камня вот так сложено. Обратите внимание на детали. С крепочками все. Чтобы не потерялось. Калиточка. Калиточка. Подстрижены кусочки. Вот такая распорка металлическая. Со светом. Дорожки. А здесь вот можно на уголочке присесть и отдохнуть. Кто устал. Я спустилась по этим лестницам. Вот она вот так, церковь. из камня и кирпича. Мы идем дальше. Сколько труда затрачено. Вот такие вот ступени каменные. Ну вот, жалко, конечно, что кто-то вот такое вот мазню. Здесь вот такая ковка, вы видите. и Дева Мария. Здесь номер один. Так же, как и церковь номер один. И вот можно набрать код и зайти. Кто знает этот код? Мы идем с вами дальше. Сплошные вот такие вот Туи здесь высокие. А здесь вот тоже фресочка. И вот оно, Маркотты. Еще одна детская площадка, но совсем другая. тоже в другом месте. Видите, да? Качелики, домик детский, горочки. и вот это старые Маркотты. Крыши. И я с вами хоть поздороваюсь. Идем дальше. Спустилась ниже, и вот смотрите, здесь какая фресочка. ослик, коровка. Ну и все, что остальное. Первые люди такие. Ну, видела, я сколько я встретила одну женщину с мусором, значит, которая здесь проживает, либо она убирается, и мусор понесла. Семью с двумя детьми, и вот два мужчины. И мы. Суббота. Ну, вот такой вот день пасмурный. Может быть, поэтому непрогулочная погода. Интересно, какие-то мотивы. Африканский, так будем говорить, Север Африки. Тунизия. Руки необычно крупные. Посмотрите, вот голова и какие руки. школа. Это школа. И вот такая дверь. Ой, Марка с моей сумочкой гуляет. Смотрите, в трубе дым. Здесь можно на лавочке отдохнуть. Единственное, что кто вот на инвалидных колясках, здесь, конечно, проблематично. Не то, что проблематично, сюда просто не заберешься. Идем дальше. Вот где было написано школа, вот смотрите, такой коридорчик вот с таким окном. и спускаемся камерой вниз. И здесь вот такая дверь, вот такие шишки. И вот она, дорожечка, вот такие ступенечки у нее. А мы находимся здесь. Здесь еще одна вот такая фреска. И вот она, эта школа-то. Всякие пристройки у школы. Это, видно, детский садик. Якобы бумажные. Ай, какие-то японские птички-то. Оригами. Что-то типа этого. Я вам сейчас что-нибудь наплету. И вот такой вот детский садик смотрит на озеро Лугану. Оно же Черезию. Ну, это прям вот бывшая церковь. Видно ее, да? И колокольни у нее есть. Прям вот такое что-то португальское или север Африки. Ну, вот я подошла поближе. Видите, шишек сколько. Сейчас мы еще пойдем. Ну, в общем, такие окна, они даже вот это вот точно готический стиль. А это вроде как сверху круглая, а здесь бывший, наверное, круг. Его реставрировали и с готики сделали круглая. Вот я говорю, вот это колокольня сбоку. Это как вот в Португалии и Юг Испании. Север Африки я ни разу не была. Тунизия там. Марка-то был. И он говорит, похоже. Давайте еще здесь вот такой вот кранчик. Его закрыли на зиму. А смотрите, какое лицо злое. Ну, вроде как ангелочек, потому что детское. Ах, сколько здесь крестиков. Раз, два, двадцать, пять, двадцать, двадцать, семь, двадцать, восемь. Что-то двадцать восьмой век, что ли. А там один крестик. Пятерочка. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцатый век. Ничего понять я не могу. Я вам так приближу. Я не ошиблась. Смотрите, вот видите, сколько здесь. Может быть, кто-то что-то разбирается в этом. И вот такая вот лепнина. вот как-то так. Здесь тоже фрески. Ну, конечно, в плачевном состоянии. мне кажется, всё-таки это готика. Так, не буду говорить кажется, решайте сами. А здесь, видите, надстроили прямо над скалой. И ещё раз. над окнами вот такие вот какие-то металлические штуки. Это поднимать, наверное, что-то. Или... Не, не буду гадать. Здесь можно спуститься и здесь пойти над дорогой. Но мы идём сюда. Марка сюда вроде пошёл. Давайте я на этой минуте вам закончу. По той простой причине вот он, детский садик. Ну, чтобы я не рухнула и не травмировалась на этих ступенях. И Марку же надо догонять. Желаю здоровья дать и долгих лет жизни. С вами была Елена Диригетти из Маркоты. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте лайки. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.